приветики девчонки боже мой я пришла домой катю заводила катя заводила школу и встретила свою шею она тоже у нее сын в ту же школу ходит ладушка заходите забирайте весь ваш заказ готов так я тут пардонте весь ваш заказ готов вот вот такенный кульбан целый кульбан тут вещи которые еще до нового года заказывал спортивный костюмчик норс фейс тепленький зимний тут две рубашки короче куча вещей там топ недавно я покупала мне его ушивали немножко уже его купила в размере l спортивная кофта с вот такими руками в каком-то из видео оптимиста вот такие рукава спортивная кофта рыбак идеально на меня села но вот такие вот рукава ну короче я такой человек который регулярно пользуется услугами шви и знаете мне кажется это какая-то ну прям такая черта нас людей которые привыкли ну прямо что все было идеально и я не могу уходить иду короче вы поняли да короче утро оптимиста я иду быстро приводить себя в порядок голова моется сушится быстро без вас укладывается но сегодня макияж мы делаем вместе потому что мне куча 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 новый тонак новый консилер все макс фактор покупала оффлайн перетестила все руки все везде намазала смывала потом смывала все перетестила выбрала из недорогих но очень классный мне кажется еще ни разу не пользовалась лежат короче расскажу вам о новой а просто находки которая называется совершенно не тем чем является то есть это никакое не масло для губ это идеальный увлажняющий правил праймер для губ в общем и вот такое вот открытие у меня случилось поэтому девочки сегодня делаем конечно все быстро потому что рабочий день я бегу на работу но я думаю что мы все с вами успеем а еще живу уже такой знаете большой надеждой завтра мне ставят зубы я надеюсь все в смысле удастся поставить все когда сверху ставили коронки то три коронки отправляли на доработку что-то там они не сели но я оптимист и из этого потом разочаровываюсь в некоторых конечно моментах но мне позвонили завтра в четверг вечером приходите ваши коронки готовы нижние на нижние зубы поэтому же вы уже знаете так предвкушением что уже этот этап делания зубов уже как-то все-таки подходит концу мне вчера сняли швы прекрасно зажил мой вставленный со второй попытки имплант вот здесь вот он в конце челюсти внизу сняли мне вчера швы все три месяца три месяца до валентиновна гуляем и через три месяца приходим на уже формирователь десен поэтому до лета до лета вот если мне завтра поставят все зубы вот это вот сюда на переднее и сбоку здесь то до лета уже с этим имплантиком я погуляю до лета ничего страшного лишь бы он прижился потому что не прижился с первой попытки девочки все побежала мою голову прихожу показывал всем про все все я прям вот уже все в предвкушении хочу срочно померять посмотреть как как же все сядет на меня с костюм рубашки думаю пока работают маска но заметно дам маска на мне для волос я быстренько сейчас покажу вам свои покупочки которые в ателье привела в порядок моя любимая швея людмила по маске маска на мне внутри вот этот вот итальянский новый внутри в чик который мне подарили на день рождения это керамиды биотех и 4 масла девочки маска просто бомба очень густая пахнет она пахнет ванилью просто запредельно это какая-то орхид ваниль ванилью и какими-то какой-то сдобой вот знаете вот только из из печки ну в общем я на себя нанесла вся квартира такое впечатление что я что-то пику очень густая но я говорила и не забывайте не забываю об этом регулярно вам повторять вытираем полотенцем волосы от лишней воды от лишней влаги для того чтобы маска имела шанс хоть какой-то шанс попасть нашу роговицу наших волос чтобы их немножечко оздоровить и укрепить девочки не жалеем полотенца помочь им высушим ничего ему не станете но завтра кофе с молоком кушать никогда покушаю позже потому что предпочла вот здесь вот общение с вами так из последнего по волосам вы не поверите я уже дожилась дожилась до заколок у меня семь лет не было заколок когда родилась катя я сделаю себе короткую стрижку меня не было никаких хвостов никаких гулек ничего понятное дело что волос то у меня должно не было но вот все новое хорошо забыто старое так вот я делала ногти и в этом салоне продавали заколки металлические я практически никогда и не было вот этих пластмассовых заколок они ломаются они дешево смотрятся в общем или ничего или что-то достойное на голове за какие-то сумасшедшие деньги окей я купила это заколка вот это металлическая заколка стоит больше 300 гривен ну вот такая вот она вы поняли да она металлическая увесистая такая знаете очень ну такая крепко держит вот эти зубчики хоть и редкие но они очень крепко держатся на голове я и когда одеваю у меня нету никаких сомнений что там упадет потеряются так вот так вот я была вчера где было в еве покупала катя тоже резиночки потому что каждое утро делаю или косички или хвостики короче тарам посмотрите какую красотой купила точно практически такой же металл только более как под лимонное золото это более рыжая вот так вот в сравнении это более рыжая заколка а тут под лимонное золото но выглядит на волосах я вам хочу сказать даже интереснее точно такая же очень крепкая очень я даже боюсь здесь оставлять руку очень крепкий у неё захват 3 копейки я не помню гривен до 100 гривен что-то 60 или 70 гривен я даже не посмотрела в чеке не посмотрела не зафиксировала цену значит она была реально очень низко и думаю боже может зачем покупала боже сколько можно было четыре заколки купить по цене этой одной заколки в общем две теперь у меня есть две две заколочки и я счастлива короче девочки пока масочка работает быстренько смотрим что же я купила все новое все в магазинах все новенькое лежала ждала своего звездного часа для того чтобы я могла это одеть вот такая вот труба к две рубашки сразу говорю каких-то непонятных мне брендов потому что покупала их в стоковом но это мужские рубашки в эске фасон slim для меня это идеальный вариант я обожаю носить рубашки к сожалению в женских отделах я не могла найти до ним вот такого цвета посмотрите какая красота я конечно на себя все это дело немного разглажу одену покажу короче посмотрите как он смотрится не буду на себя прямо девать вот посмотрите как он смотрится красиво этот дыни я и под регланы и просто на футболку короче рукава единственная проблема рукава который мне нужно подрубать вот моя танюша их подрубила сделала короче перенесла идеально посмотрите до кору короткая вот это вот шлица но никаких проблем в этом не вижу главное что длина рукава соответствовало моей длине рук потому что я не подворачиваю манжеты девочки я вас умоляю не подворачивайте манжеты на брюках на рубашках ну свитера еще может быть это очень дешевит вас это очень найдите 200 гривен найдите 5 минут времени главное найдите нормально мастера чтобы вам хотя бы одинаковую длину сделал у меня была такая история что я принесла проверенному мастер у меня раньше хотел другой ателье до войны закрылась потому что владелица улетела в турцию сейчас сидит в турции пока идет война короче вот я туда носила и где-то не было ее именно владелица которая классная мастер я ей все носила и была ее помощница не помню как зовут девочку вот она мне подрубила худи я пришла домой одела рукава были разной длины конечно они мне это все переделали слава богу не короткая короче длинная длинный рукав один был остался чуть длиннее мне его и подрубили конечно я за это не платила уже никаких денег но в общем вы поняли мастер должен быть надежный потому что вещь можно испортить и так следующая рубашка конечно же в цвете хаки тоже мужская рубашка вот в таком вот цвете хаки как это вообще обожаю любые зеленые и цвет хаки мне кажется сейчас вообще очень и актуален вообще он всегда был актуален и это всегда красиво на женщине блондинки точно также рукава посмотрите как она красиво не сделала просто это же это же произведение искусства теперь у меня есть две новые рубашки обожаю рубашки у меня просто половина гардероба это рубашки в основном белые но вот еще вот таких вот разных цветах тоже люблю нету не ношу рубашки с принтами не не с какими вот мне есть одна кстати текстильная классная рубашка по-моему от зары не ношу потому что на ней принт вот не ношу не буду одевать не буду вам показываю что это слишком для меня откровенная будет история но тем не менее вот этот топ я покупала в размере с это супер драйв полностью катоновый топ вместо нижнего белья мы собираемся в буковель там я собираюсь кататься на лыжах для катания на лыжах обычные бюстики с этими всеми косточками это не очень удобно и я вот у меня один есть и для сменки я купила еще вот такой вот супер драйв он в размере это что грудь мне большая 3 размера и я не могу купить м просто не влажу покупаю себе и какая проблема и это уже не первый раз сзади эта маечка она большая на длинная то есть не держит грудь длинный отрезок вот этот вот до этой маечки что пожалуйста мне людочка его тоже ушила боже посмотрите как человек все аккуратненько оверлоком оверлочил так она давай фокус прийди посмотрите как красиво я вот трогаю но такой нежненько нету такого твердого шва все-таки это нежнее белье в общем как будто вот на фабрике так и пошили я даже не сомневаюсь что теперь будет мнением удобно следующая кофточка вот такая вот теплющая худи это худи от north face мне нравится их брендирование она сзади такое ненавязчивая копа и сзади на плече north face ну тут точно также north face на груди белой красочкой так вот поросенько без всяких там на воротам не люблю когда брендовые надписи ставьте на всю вот у меня есть пару адидасов кофт adidas и тут огромный этот их лиц как этот цветок это лепесток цветок и как-то я не очень и шутка короче худи тоже катоновая теплая точно та же проблема рукава были длинные человек не их ушил будем мерить она удлиненная закрывает попочку короче можно покупала специально для того чтобы носить черные лосины вот эту кофточку вы недавно видели спортивная кофточка тоже такая для спортзала для катания на лыжах это рыбок и тут тоже были очень длинные рукава точно также рукавчики подрубили будем мерить вместе и последнее что я вам покажу сегодня это новый мой спортивный костюм от north face вот что-то мне этот бренд нравится очень теплый катоновый черный найти внутри прям с этой как это называется байкой вот такой байка вы покажу ссылку где его покупала очень качественный да он был не дешевым проблема точно такая же были длинные рукава танюшами их ой рукава штанины ну и рук и рукава по моему рукава тоже вот штанины она подрубила и рукавчики но тоже подрубила вот такой вот north space о тут сзади еще какой-то принт вот такой вот интересный не знаю о чем он какие-то горы ну тем более тематическое будет худи потому что едем и в горы мы едем карпат и вот такой вот north space теплый костюмчик специально я купила для того она тут еще и видите поняту такая лэбочка идет ко мне нравится круче так а что такое не понимаю фокус вот вот такая лэбочка решита внизу короче девочки пошла высушу высушу голову конечно же и продемонстрирую на себе ну вот первое что хочу вам показать это спортивный костюм он очень теплый я его одела слушать я даже вот без футболки его дело и мне уже как-то в нем жарковато я вот переживаю чтобы совсем не если в поезде будет жарко то мне-то и мне будет жарко но с другой стороны в нем точно не замерзнут говорят передают я смотрела прогноз погоды в буковеле будет холодно но меня это радует так автозагар обратите внимание вот вчера нанесла свой автозагарчик спрея вообще не трогала не растирала не втирала ничего просто пшик-пшик-пшик вуаля ровнейший автозагар ладно сейчас мы не об этом короче вот такой вот костюмчик ребята имейте ввиду он укороченный посмотрите видите такой немного но сейчас смотрю это очень модная история я думаю что я под низ конечно буду ливать футболку потому что такая честно говоря когда это прям вентиляция происходит но зато красиво видно как хорошо сидят штанишки очень интересный покрой тут вставки вот такие вот тоже все из одинакового материала но вставочка такая и они так приятно облегают по телу классический крой не оверсайл меня есть черный адидас они прям широкие широкие такие модные в них неудобно в поездках немножечко потому что они прям очень-очень так как сказать обвисают в общем не очень неудобно а вот такие классические по ноге я думаю что в них будет уже очень удобненько и как-то очень осовременивает меня есть так есть такое капюшон такой вообще по делу спокойно можно носить если ветер снег и все такое вот такой вот он есть три капюшона все бесполезные которые не наладят даже на голову здесь все по чесноку нормальный капюшончик рукава и идеально сели манжеты на ногах идеально под сапожки мои у меня типа честеры такие вот они стоят без шнурков без липучек я считаю что вообще гениальная обувь которую очень легко одевать снимать вас прекрасно понимаете когда ты едешь на лыжный какой-то курортик там постоянно утром снял отдел снял отдел снять 150 раз за день и поэтому если у вас ботинки со шнурками его сразу хочу огорчить вы будете кучу времени проводить за шнуровая свою обувь поэтому я нашла вот такие честеры пару зим назад я из них не выложу теперь каждую зиму ношу только их на каждый день вот такой вот костюмчик довольно сзади принт горно-лыжный тематический в общем мне нравится буду носить с удовольствием пока зима пока холодно если мне не захочется носить укороченный худи у меня будет на сменку вот такой вот удлиненный это я подвернула его сейчас покажу в общем можно подвернуть немножечко под низ и будет обычный ходе тоже наш очень качественные вещи девочки вам серьезно так фокус я не понимаю что происходит качественные вещи капюшон и просто с подкладочкой такие объемные я люблю капюшон носить даже на шапку не люблю когда мне в шею ветер дует особенно когда на горе там ветер знает какой углу в общем рукава мне моя швия сделала просто perfect это perfect моя длина такой это удлиненная худи ее можно одевать на леггинсы вы помните да в каком-то из предыдущих видео вам показала купила ли черный леггинсы adidas не люблю когда у меня виден пах ну вот да вот не люблю поэтому на леггинсы я буду одевать вот такое вот удлиненное худи и даже летом смысле летом весной позднее весной я одеваю велосипедки и сверху вот такой вот худи она прикрывает попу идеально тарам посмотрите можно на леггинсы можно на эти спортивные штанишки они тоже будут смотреться вместе неплохо одного бренда одного качества то есть этот трикотаж очень такой плотный прям теплый плотный с такой внутренней как сказать баечкой да вот такой вот кстати вот этот топ уже на голове уже просто будни дурдома какого то вот рукава идеальная рукава я не сохраняла вот эту штуку где пальцем влезаешь потому что буковели я буду одевать рукавички перчатки лыжные и мне эта штука будет мешать мне нравится что здесь я могу поднять максимально молнию и закрыть горло потому что балаклава одевается балаклава и одену поверх этого горла и вообще буду себя комфортно чувствовать мне не будет холодно вот такой вот рыбок спортивный рыбок боже как мне нравится девочки как мне и вещь нравится и как она села на мне нравится это что вообще я нарыла по какой-то адекватной цене я не помню чуть больше 1000 гривен общем не на очень нравится буду носить спортзал с удовольствием ссылочки все в описании к видео если вам что-то понравилось заходим находим но это если вы в украине и пользуетесь answers если вы не в украине тогда пардонте ищите туда просто по визуалу девочки снимала себя эти костюмчики и просто захотела вам сделать такой знаете микро микро обзор какая качественно все-таки вещь этот нож сейс у меня ничего нет от бренда наш сейс посмотрите каждая вещь каждая вещь имеет петельку чтобы повесить где-то может быть в коридоре посмотрите каждая худи и даже на штанишках есть такая же петелька можете штанишки тоже отдельно повесить все обработано нитки не торчат металлические такие как сказать фурнитура металлическая такая моща знаете все кармашки все продумано каждый капюшончик имеет такой подклад из другого совершенно тоненького мягенького трикотажа внутри очень теплый трикотаж такой как это называется вообще ночос или как это можно сказать в общем ночосик такой все очень качественно прям не могу не показать вам но и конечно же рукава мне сделала моя моя швея мне вот и первая рубашка немножечко прогладиваю такая памятного какой нежный тонкий приятный катон мне нравится что она не имеет ярко выраженного рисунка вареного денима потому что носить рубашки буду на работу и мне очень нравится на принципе любые мужские рубашки они по уму сшиты они вот такие вот такая вот длина ну конечно внутри люди то вот такая вот длина с такими подъемами по бокам ее очень легко заправлять и ходить не переживать что на у тебя на спине вылезет прекрасно села мне нравится буду носить ее под реглан или же просто на белую футболку сегодня на мне такая вот песочная футболка я не знаю подумаю мне даже нравится вот такое вот сочетание деним с денимом все равно сверху если одеть реглан будет очень даже официально к рукава сделала мне моя людмила идеально то есть нигде ничего спокойно могу согнуть рука рука согнуть руку и не натягивается ткань то есть мне некомфортно единственный нюанс широк широкий рукав вот здесь вот я переживаю чтобы когда я одену реглан чтобы знаете не было тут складочек лишних но ничего проверим посмотрим сейчас мы все проверим и увидим нарывая реглан который не надо гладить серии гоночки пляты у меня нет уже времени просто было слушайте ну неплохо и рукава прекрасно зашли конечно так не будет тепло футболка рубашка и регланчик и это всегда красиво и тепло потому что иногда в некоторых местах у нас вообще не топится или топится совсем дала больше как мне нравится этот цвет цвет такого глубокого синего индиго это блондинка такой темно-синий который прекрасно подходит под цвет наших волос так макияжа нет и сейчас будем макияжиться в общем я довольна осталась у нас еще одна рубашка девчонки я в восторге посмотрите как мне как мне идет я даже застегивать не хочу вот просто посмотрите как она села красиво свет красивый рукава теперь мои как родные катал и бочка даже тут наши то неважно в общем можно конечно же и заправить можно даже не застегивать да вот так вот заправить ее можно носить просто как верхний дополнительный слой одежды вместо кардигана общем мне очень нравится и цвет и как она села смысле плечи не оверсайз прям вот мои плечи и рукава теперь мои посмотрите как мне удочка и сделала просто короче если не сказать что это переделанная мужская рубашка я уверена что даже никто не не в жизнь как говорится не в жизнь не подумает что это ну как летом да сверху бейсболка и вперед обожаю рубашки нашел их на работу всегда и даже не на работу тоже их люблю одевать на выходные дни когда мы искать и куда-то идем я довольна и девочки все я рада я очень-очень рада что я справилась ну что я прям все такая вдохновленная своими старыми покупочками которые я наконец-то хотя бы вот в конце весны начале лета смогу поносить потому что я понимаю что эти теплые костюмы от north face это реально вещи которые на такой на хороший минус все равно рубашки подошли я кстати вот хаки сейчас одену прям на работу на работу но макияжик я конечно буду делать волосы макияжики буду делать без нее чтобы не запачкать по волосам маску я смыла и что он хочу сказать ну вот работает она я вижу какие у меня живые блестящие волосы но я сегодня еще и решила сказать про этот это вообще три в одном анти-гелло эффект термозащита во время сушки феном и увлажняющий не смывающий кондиционер вот такой вот лесоп я его недавно купила на рыло купила на мейкап юа вот такой вот анти-гелло слушайте ну реально работает я нанесла его первый раз не было никакого эффекта я подумала что за ерунда ну окей эффекта нету но наверно хотя бы для термозащиты буду им пользоваться вот второй раз я на него нанесла вот третий раз я нанесла и посмотрите какой холодный пепельный блонд слушайте накопительный эффект это факт мне очень нравится вообще я если не наношу на фиолетовые такие время от времени у меня шампунь фиолетовый анти-гелло эффект керостазик но с ним сложно потому что нужно надевать рукавицы для того чтобы руки не были фиолетовые тут вообще никаких проблем во время сушки промокнула полотенцем и сразу же на влажные волосы пшик-пшик с этой стороны пшик-пшик с этой главное чтобы наносить не только на поверхность волос я еще перекидываю волосы с этой стороны перекидываю волосы с этой стороны чтобы равномерно ну и точно так же назад равномерно нанести его на все влажные волосы и потом расческая расчесала вот и все вуаля волосы не желтые а пепельные стали пепельные то где-то за три раза так что девочки вообще очень ход рекомендацион вот такой вот как сказать продукт наверное да правильно сказать три в одном анти-гелло эффект термозащита и неосмываемый кондиционер вот такая вот вещь короче меньше слов больше дела переходим к завершающему этапу делаем макияжик сегодня у меня много новых средств лицо подготовила уже сразу когда помыла голову потом нанесла сегодня на мне вот такой вот бобик браун не знаю с чего начать показывать вот такой вот бобик бобик мой любимый браун витаминизированная база под макияж я ею спасаюсь всю зиму она очень густая боже мой девочки какая она классная ее наносите на лицо когда вы начинаете разносить по лицу боже это как масло топленое она тает у вас на лице но самое главное она не остается жирным блинов но вы видите вообще матовое матовое лицо готова к нанесению кого-то тонального крема а как он пахнет просто божественно это апельсины танжерины и какие-то же смены и в общем это очень бодрящим и женственно и вот прям открыла баночку ну да те кто не любит отдушки конечно же вам наверно не понравится потому что аромат очень сильный а я так люблю витаминизированная база для лица так он и называется витамин и речь тэйс бэйс в общем вы поняли all in one все в одном праймер мост райзер то есть для свечения и крем увлажняющий так что я вот подумываю хоть он меня там еще и летом я им не пользовалась не летом казалось что это слишком жирная история сейчас вот я подумываю не купить ли мне на всякий случай еще одну баночку пусть лежит да он не дешевый тут 50 миллилитров вот я собственно всю осень и зиму им пользовалась и пол баночки пол баночки у меня еще осталось лицо я подготовила и давайте сразу закроем вопрос что на мне из парфюма сегодня с утра тарам у меня красный ревень от rm недавняя относительно моя покупочка боже как мне нравится вот он был на пижаме на одежду я его не наносила что-то на работу одену посерьезнее но он такой свет вот девочки просто красный ревень я не знаю знаете ли вы как пахнет ревень я обожаю пироги с ревенем кисель с ревенем я не делаю в принципе консистенцию кисель киселя ни я ни мои дети не любят поэтому компоты с ревенем лимонады и летом с ревенем шарлотки всегда круглый год с ревенем но когда он конечно есть потому что у нас ревень например сейчас не купишь нигде в киеве не ну может быть где-то в каком-то специфическом магазине но в общем есть определенный сезон да я не знаю там что там июнь июль когда есть ревень вот я его там прям вот беру охапками и что-то из него готовлю потому что я обожаю тут запах ревеня тут еще и белый мускус и просто сборная солянка ягод каких-то можем и как это красиво многим не нравится запах ревеня поэтому не можно не можно вот так вот прям взять его и купить не понимаю как пахнет ревень лучше дешевле будет пойдите в сезон понюхайте как пахнет ревень собственно это равноценно тому что вы познакомитесь реально с этим кстати это одеколон туалетная вода но мы во многих интернет-магазинах все-таки это называется одеколоном стойкость у него как для одеколона мне кажется слишком часа три его точно слышу на себе просто я так долго в пижаме не хожу но все равно утром проснулась когда вот эта вся утренняя рутина нанесла на себя больше как это красиво божественно девочки я его обожаю и ношу по утрам вот-вот и при том что я его купила не один а у меня три уже два один дочка забрал у меня еще голубой нарцисс до blue нарцисс у меня еще и вот этот красный ревень два моих фаворитика я их с утра понашиваю так макияжемся наконец-то наконец дошли руки короче сегодня у нас будут два три новых три девочки для меня это много потому что я редко покупаю декоративку не все есть и в основе пользуюсь такими знаете своими привычными какими-то и брендами и продуктами короче сегодня будем вот вот тестить для меня это будет чистый эксперимент я вчера перепробовав пол магазина декоративной косметики его купила вот такой вот макс фактор это second skin miracle second skin да чувствуете да вот этот плагиатик от estee lauder double wear кстати вот у меня не подошел он на мне очень плотно сидит хотя многие просто восхищаются и ну я люблю что-то попрозрачнее полегче miracle second skin 2 кожа hydrate protect renew боже мой все и защищает и увлажняет coconut milk боже мой с кокосовым молоком pre probiotic complex spf 20 девочки чтобы вы понимали тут тридцать миллилитров и это сейчас стоит в еве каких-то там сто тридцать или сто сорок гривен в общем на него сумасшедшая скидка именно на этот тон почему-то была 0 4 light medium вот он я на руку нанесла мне подошел посмотрите какой он красивый но это же просто дозатор красота удобен небольшой можно в косметичку бросил зал свой в командировку короче со всех сторон одни плюсы осталось только попробовать как он работает на лице ну что девочки я не на нашу тональную основу спонжем потому что спонжи нужно быть регулярно и их нему ну вот я знаю себя я спонжи не мою регулярно поэтому а руки я мою регулярно наношу все эти тональные моментики руками стоном мне кажется угадала наносила на руку на руке вы же поняли у меня тоже есть автозагар поэтому если бы я наносила на какое-то место своего тела где нет автозагара он бы был слишком темным но он мне напомнил тоже какой-то какую-то базу под макияж или даже биби вот исти лаудер у меня был вы знаете очень похож такой полу прозрачная текстура с легким тонирующим эффектом он реально полу прозрачный такое впечатление что я вот подпудрила лицо немного нужно хорошо увлажнять лицо перед его нанесением я смотрю не было бы на мне этой вот базы под макияж я думаю что все знаете когда сухое лицо оно бы вообще не легло нужно или увлажнить лицо или увлажнить лицо короче нельзя пользоваться этой историей этим что это у нас вообще биотик окей ну фундейшн да база база тонирующая база под макияж ну посмотрим как она будет носиться эффект мне нравится очень естественно с тоном я угадала девочки наносится легко видите руками в принципе я справилась полупрозрачно не перекроет какие-то недостатки если какие-то высыпания какие-то покраснения не перекроет видите моё мой шрам от удаления пигментного пятна теперь это так называется если раньше было там и пигмент на пятно теперь мне нужно вас познакомить с шрамом от удаленного пигментного пятна я надеюсь через полгода уже тон этого шрама будет светлый белый короче чтобы его не было видно следующий новый продукт тоже от макс фактор и это как раз вот такой вот консилер я купила у них тоже пробовала на руке мне он показался очень плотный и перекрывающим это у нас о дэй консилер фэйс финики фэйс фиге красиво назвали фэйс финики консилер олдэй короче тоже быть на лице лаун ласты ну давайте его пробовать вот такая вот кисточка мне нравится консилеры с кисточками не карандашами не стиками не кремами именно вот такими вот с баночками с кисточкой чтобы не пальцем лезть а вот так вот аккуратно нанести туда куда мне надо ну что так я не поняла будешь я умыто была умыто ну что пробуем я пробовала на руке боже какой он густой густючий густючий так и немножко на мое пятно многие девочки еще наносят вот сюда высветляют я пока пока я когда удержусь вот этого эксперимента потому что первый раз пробую средства слушать действительно очень плотная и высыхает быстро работать немного быстро потому что засыхает прямо вот на глазах на пальцах нужно успеть его разнести ногти ногти мне мешало как всегда ну что могу сказать уже взялось я успела так под глазами синячки мы наши замазали я наверное еще нанесу на кончик носа вот сюда вот такой контуринг контуринг сделать сделаем потому что он действительно на порядок светлее этой тональной основы мне кажется будет хорошо им тоже делать такую легкую коррекцию вот так вот посмотрим как он справится с не западением в мимические морщинки к вечеру это увижу и в следующем утре оптимиста я обязательно вам об этом скажу конечно же следующий этап это румяна румяна у нас нуга одни из моих любимейших румян я не пользуюсь уже пол жизни это запеченные румяна их очень много не скажу сколько потому что даже этикетка уже оторвалась очень много и хватит наверное не знаю на несколько лет так точно у меня тон все продукты и тона их тона я фиксирую в описании к видео потому что потому что я здесь или не помню или не знаю вот видите честно наклейка уже оторвалась где-то почила почила канула в лету ну и бог с ней но я нахожу продукт просто в интернете и название тона и все равно вам фиксирую вот такие вот чуть-чуть слегка такие сатиновые румяшки получаются совсем чуть-чуть блеска никакого нету давайте добавим в глазу то какая-то сильно розовая на щеках давайте чуть-чуть разбавим эту розовую историю розовыми веками розовые щеки разбавим розовыми веками даже на нос чуть-чуть опускаю вот такой вот у меня розовый носик знаете сейчас такой хит типа макияж как будто вы пришли с мороза у нас вообще на улице сегодня 00 плюс один так что нет у нас мороза и так продолжим быстренько быстренько следующий этап это у нас арбе кошка моя любимая пудрочка видно пудру наношу сразу перед макияжем глазу перед всем этими детальными моментами на как говорится перед дриблингом этим декоративным наношу пудру чтобы она лежала на на всем лице потом уже наношу все остальные элементы макияжа я знаю многие девочки пудру наносят сам конце может быть так удобнее мне нет мне нравится пудру нанести перед тем как я буду делать все мелкие детали своего макияжа дальше глазки и это у нас пупа вот такая пупа мои любимые тени которые уже успела разбить и приобрести второй раз вот этими маленькими кисточками я не понимаю зачем они надо я не пользуюсь в общем пупа в оттенке тут я помню 004 такой вот шоколадный из они сатиновые сатиновый персик персиковый на верхнее веко а на нижнее веко у нас пойдет темный шоколад они очень пигментированные и с этим темным оттенком можно легко переборщить будьте аккуратны и аккуратны и наносите вот как я видите не в один заход может можно переборщить так в улице даже появилось солнышко супер настроение сразу такое весеннее наконец-то заканчивается зима я так не люблю зиму хотя зима было грех жаловаться знаете такая не холодная и те кто мечтали что мы тут замерзнем обломались не замерзли мы видите ну вот сверху делаем я этой же кисточкой сверху делаю вот такие вот персиковые легкие эти они очень сатиновые мне нравится такой эффект легкого свечения думаю вот я когда наношу макияж у меня же голос такой становится тихий спокойный ровный трудно на самом деле делать макияж одновременно все это комментировать короче под под мой комментарий к макияжу можно спокойно пять раз заснуть проснуться еще раз заснуть короче так и на внутренние кончики глаз добавим немножко сияние наши глазки блестели и этим же коричневым немного оформлю нижнее века века знаете раньше то я не наносила на нижнее веко макияж но потом когда посмотрела многих блогеров да и вообще на девчонках да и вообще на девчонках обратила внимание действительно нужно оформлять нижнее веко нужно нужно потому что глаза как-то раскрываются веки более естественно похожего тона и как-то это выгодно все лицу какая-то симметричность появляется знаете нижние веки они не подвешены потому что то что на них там я наношу наношу почему же тени тогда я не наносила вопрос вот так вот немножечко растушую вот эту вот историю стрелки не делаю сделала подобие стрелок этими же коричневыми тенюшками от пупа и так третий новый последний из новых сегодняшних продуктов это тушь да вы не поверите это вообще редко-редко я покупаю себе новые туши тоже макс фактор я вообще обожаю макс фактор вот как-то цена-качество я считаю что это вообще лучшее что может быть маскара water proof волн короче ну понятно для объема водоустойчивая тушь я практически всегда покупаю водоустойчивые туши потому что не люблю когда у меня на нижнем вот этом участке под глазами отпечатывается тушь в течение дня нужно постоянно смотреть в зеркало бегать в туалет все это подтирать вытирать убирать вот такая вот маленькая кисточка вы знаете я поклонница маленьких кисточек вот так а ну давай надеюсь вы увидели но дело не в этом я ведь точно так же вместе с вами первый раз первый раз буду пользоваться этой тушью не знаю захотелось мне какую-то открыть для себя тушь ну какая она аккуратненько слушайте знаете обычно первые разы пользуюсь тушью что там столько ну лишнего этого продукта на кисточке тут этого нету не случилось этого не нужно мыслить стереотипами да вы подумали или макс фактор разрушает все наши предубеждения и стереотипы по поводу туши так давайте сразу и на этом глазике проработаем я думаю что придется дважды дважды делать реснички потому что она прям такая очень деликатная легкая не наносится большим количеством продукта что меня радует так и второй раз нанесу так вот даже немножко подкручу слушайте легко легко работать этой кисточкой ресницы пушатся в смысле хорошим такие пушистые ну немножечко запачкала я свою веку ну ничего страшного подутрем ушными палочками для ушей так и снизу немножечко добавим туши на нижней ресничке вот так вот ну что я не скажу что это какой-то сумасшедший объем и сумасшедшая длина ресниц но это неплохо это неплохо немножечко аккуратненько уберу там запачкала но это потом в конце все эти нюансы брови мне нравится тушь нанесла но но все равно свой вердикт я скажу поносил эту тушь у меня иногда бывает усталость глаз на определенную тушь вот бывают туши которые аллергически как-то на меня негативно влияют аллергически в общем у меня к вечеру устают от них глаза не то что прямо там какая-то серьезная аллергия там и покраснение пока расчешу свои брови но вот прям болят глаза и я не могу ими пользоваться и такое было уже не раз и причем цена туши не играет никакого значения это были между прочим диор вот на диор на эвсен лоран у меня была такая реакция на какую-то из туши эвсен лоран уже прям еле-еле дохаживала день чтобы прийти домой прям хотелось и смыть ее потому что глаза воспалялись как-то и уставали ну вот на клиник который я постоянно ношу такого такой реакции нету я надеюсь на этот макс фактор тоже не будет оформили кончики а я тут с вами делаю себе макияж короче это у нас карандаш для бровей от буржуа вот такой вот карандашик с кисточкой колпачок от кисточки я потеряла но он мне как бы и не нужен автоматический карандаш в самом светлом оттенке для себя взяла для блондинок идеально сами брови будем делать моей тушью для бровей от бобби браун ее кстати тут так много я уже давно ее пользуюсь это в среднем в среднем каком-то я оттенке взяла уже не в самом светлом но и не в темном какой-то такой холодный умбра умбра называется этот цвет такой холодный коричневый но не очень темный какой-то коричневый все в описании к видео будет девочки я же не могу это все запомнить в общем нравится мне эти вообще очень легко наносятся очень и они стойкие брови вообще в течение дня особенно сейчас знаете шапку одень шапку с ними все но там по сути это все остался у меня еще один новый продукт и это карандаш для губ от ламель вообще ламель конечно же такое касси история вообще не знаю из из какого мусора из чего они делают свою косметику если она такая дешевая но на самом деле я не нашла в этом цвете ничего в других брендах цвет кстати цвет 410 такой вот темный какой-то кофейно-нюдовый оттенок на каждый день он очень мягкий но устойчивый я его наносила на руку когда тестила потом ходила тоже смотрела другие продукты в магазине косметику и потом проверила на руке реально намертво застыл и не выкирался поэтому я надеюсь что он будет носиться долго в течение дня не придется мне поправлять макияж вы же помните на губах а вы же ничего не помните боже мой девочки кайс кайс сейчас все вам расскажу принесу тот продукт которым я увлажняю губы теперь с утра в качестве праймера недавно в видео в своем я показывала что я купила вот такой вот замечательный называется официально это масло для губ масло для губ от л.н.про очень доступный недорогой бренд л.н.про такой молодежный дешманский масло для губ но никакой девочки это не масло первых тут консистенция конкретного какого-то геля совершенно не жидкого посмотрите-ка удобная кисточка совершенно не жидкого и я поносил его пару дней пошла и купилась себе еще один и дочери старше еще один это праймер для губ он настолько впитывается губами увлажняют губы убирают все эти корочки сухие трещинки все это убирает короче с утра вот перед макияжем я когда ходила катю в школу отводила нанесла его на губы и теперь губы вот даже скрабировать не надо они настолько ровные напитанные увлажненные и я теперь с чистой совестью могу воспользоваться карандашом для губ от ламера который будет надеюсь носиться долго он настолько мягкий наносить его легко как помаду я даже не знаю подумаю буду я сверху добавлять помаду или нет добавлю помаду потому что он темноват и как раз для контуры для контуринга он идеален вот такой вот контуринг случился а сверху наверно нанесу этот блеск у него нету цвета несмотря на то что он розовый вообще ноль никакого то там сегодня будет рубашка цвета хаки поэтому я думаю что как раз вот такой вот нюдовый оттенок для губ 8 не знаю как положить волосы неважно в общем такой бежевый оттенок для губ я и оставлю без всяких розовых и красных добавлений цвета ну что одеваю рубашку где она али вам рубашку и что и надо же что-то на себя одеть я еще не решила пойду пойду подумаем какой парфюм мне сегодня одеть не поверите девчонки не поверите сегодня будет на мне жан кутюрье карри андер у меня вот такая вот микро баночка 30 миллилитров но этот аромат мало кому известен это шипр если в шанелях цветочные шипры которые ничем нельзя спутать то это для меня как это сказать травянистый шипр самый красивый шипр кориандровый травяной пряный такой но ребята он стоит 3 копейки я когда увидела сколько он стоит посадить как крышечка в нем красивая малахитово но она пластмассовая на самом деле под малохит сделано вообще баночка красивая особенно вот это вот малютка 30 миллилитров это так красиво ну и причем этот кориандр женский аромат но вот я его нанесла нет но женский конечно но он очень близок к унисексу то есть вы поняли никакой сладинки никакой никакого цветочка сухая древесина специи кориандр трава свежая трава не сухая не сено как это красиво я даже взяла порылась слушайте тут оказывается столько всего альдегиды понятное дело кориандр бергамот апельсиновый цвет его не чувствую здесь лилия корни фиалки корень корень не цветок коренька элангеланд жасмин все-таки здесь какая-то цветочная подложка есть но вот я со старта вообще никаких цветов здесь не чувствую почули в базе сандал мускус веки вер и мог вы поняли то есть это такая лесна я сегодня под эту рубашку посмотрите как красиво цвет хаки с красным боже это просто я на следующий раз красную помаду себе нанесу красную помаду сюда мне кажется будет вообще веселее но не суть в общем здесь лесная чаща такой свежий аромат травы пряность пряность утра лесного какого-то не ну конечно чуть-чуть соврала жасмин да окей жасминчик жасминчик легкий такой женственный жасминчик без него было точно унисекса как мне нравится нанесущее на запястье и распылитель толковые что немаловажно редко нашел сегодня захотелось рабочий вариант ненавязчивый не мега настойчиво громкий вот прям такой як треба знаете вот человечку пойти на работу сходить очень свежо знаете по богатому в то же время очень скромно вот прям для таких скремняшек как я в общем вы поняли красивый красивый аромат я считаю что это можно было назвать унисексом все ребята побежала я арбайтен сегодня до вечера сегодня завтра два последних вечера более-менее свободных перед отпуском поэтому возможно даже сделаю какое-то видео все настроение люблю себя люблю людей бегу на работу на позитиве новая рубашка к рубашке нашелся неплохой вариант парфюма незаслуженно я не могу забыла мне он реально очень нравится такой шифровый свежий темный зеленый лес ну что подписываемся на мой канал если вам было интересно идем в мир и пусть мир наслаждаются нами девчонки до новых встреч